Добрый день, коллеги! Я рад вас приветствовать в Директ-Академии на нашем очередном вебинаре, посвященном проблемам истории искусства. Сегодня наш спикер Марина Пивень, наш постоянный ведущий по этой теме, ну а прежде чем предоставить ей слово, я хотел бы познакомить вас с полезными ссылками, которые размещены в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на наш сайт, и на этом сайте, на его главной странице вы можете зарегистрироваться на все онлайн-мероприятия Директ-Академии вплоть до конца нашего учебного года в конце июня 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал в Ютьюбе, и по этой ссылке будут размещены, будет размещена запись в том числе и этого вебинара, ориентировочно завтра-послезавтра. В настоящий момент там более четырех записей, четырехсот записей вебинаров уже присутствует, и я предлагаю вам подписаться на наш канал. Третья ссылка ведет на описание курсов, онлайн-курсов. Те из вас, кто хотят поучиться дистанционно, посмотрите, пожалуйста, наше предложение. Оно включает в настоящий момент 9 курсов. Ну и, наконец, последняя ссылка, это ссылка на выдачу сертификатов. Те из вас, кто хотят, сразу после окончания данного вебинара могут приобрести сертификат об участии в нем. Я также хотел бы представить три следующих вебинара, которые у нас состоятся на этой еще неделе. Завтра, 30 января, Иван Нефедев, известный нам, он у нас уже в качестве спикера несколько раз выступал, проведет вебинар под названием «Играфикация и поведенческая экономика». Должен быть очень интересный вебинар. Я вкратце с Иваном поговорил на тему. Тема очень интересная. Ой, я прошу прощения, я забыл ссылки. Сейчас я в другом виде это все вам размещу, потому что в таком виде пользоваться этим нельзя. Вот так вот удалю и снова запишу ссылки. Ну, пусть будет вот так вот. Второй вебинар из тех, которые я представляю, вебинар пройдет в четверг, 31 января. Это будет мой вебинар, последний вебинар из цикла «Практические советы ведущему, ведущему вебинара». Он будет называться «После вебинара собираем плоды труда». Это последний из моих вебинаров, но не последний из трека, посвященному проведению вебинаров. Там еще четыре вебинара будут у нас в феврале проходить. И, наконец, в пятницу наш постоянный ведущий по теме онлайн-обучения Юрий Николаевич Белоножкин проведет вебинар обучения рабочим профессиям и онлайн, про и контра. Ну что ж, я свое вступительное слово закончил и хотел бы передать микрофон Марине Георгиевне для проведения сегодняшнего вебинара. Марина, прошу. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Я хочу сразу отметить, что, как всегда, материалы доступны для скачивания. Это и презентация сегодняшних материалов. И, собственно, по просьбе одной из слушательниц, озвученной в прошлый раз, я здесь предъявила также небольшой списочек, доступный на русском языке литературы. Это, собственно, это библиография Караваджо после дам, собственно, прошлого нашего вебинара. Сегодня мы продолжаем говорить о крупнейших художниках 17-го столетия. И прежде чем, собственно, мы перейдем к рассмотрению творчества одного из самых ярких реформаторов в истории искусства художника, чрезвычайно одаренного и чрезвычайно индивидуализированного, чье творчество чрезвычайно индивидуализировано, настолько, что сложно вписать его в рамки некоего одного существующего стиля. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к творчеству Ренбрандта Харминса ван Рейна, несколько слов о том, в какой исторический период, в какую эпоху, в какой ситуации ему довелось жить и работать. К 1609 году борьба за независимость Нидерландов увенчалась созданием Республики Соединенных Провинций. Собственно, государство новое объединило семь провинций, из которых крупнейшей была Голландия. Поэтому, собственно, в именовании этого региона в истории и в истории искусства мы часто употребляем именно это название страны, то есть говорим мы прежде всего о голландской живописи. Семь северных провинций соединились вместе и, соответственно, южные оставшиеся провинции Фландрия остались под протекторатом Испании. Что определило разницу, ключевую разницу в дальнейшем в ходе истории живого развития живописи в этих регионах. Собственно, в Голландии важным фактором, который влиял на ход развития искусства, стали следующие особенности. В первую очередь отсутствие традиционных для прежних времен в европейской живописи заказчиков, то есть сильные церкви, монарха, поскольку новое государство представляло собой республику. Ну и, собственно, влиятельную и богатую аристократию. Главным заказчиком произведения искусства в этот период становится бюргерство. И современники уже отмечали, собственно, невероятное развитие живописи и гравюры в Голландии в этот период. А также, собственно, доступность произведений искусства, которых на художественном рынке появлялось чрезвычайно много, поскольку буквально сотни художников работают в это время в Голландии. Собственно, профессия художника для голландцев в этот период перестает быть, ну, собственно, вот такой малочисленным сообществом и каким-то исключением. И входит в число достаточно распространенных, собственно, видов деятельности. Что касается заказчиков, то, опять-таки, современников удивляло, что даже крестьяне в Голландии могли покупать произведения искусства. И, собственно, в ряде произведений того времени, в ряде гравюр мы можем в сценках с изображениями крестьянской жизни действительно видеть висящие на стене картины либо гравюры. И, собственно, важным... Это вот характер заказа был чрезвычайно важным аспектом в развитии искусства XVII века в Голландии, поскольку способствовал развитию светских жанров, прежде всего. И именно в этот период, собственно, осуществляется окончательное становление, разделение всего массива живописных работ на определенные жанры. Причем именно светские жанры были особенно востребованными, поскольку в многоконфессиональной голландской среде доминировали кальвинисты, которые, собственно, отрицали необходимость использования художественных произведений в религиозной жизни, именно в церковной жизни. Что, собственно, выводило религиозную тематику из степени, из-под влияния церкви. Соответственно, это способствовало больше свободе этих токанонов, большей роли авторских интерпретаций. И, собственно, библейская тематика, как ветхозаветная, так и евангельская, по-прежнему входила в число из любимых тем. Но теперь это были не алтари, не алтарные картины, назначавшиеся для храмов, а небольшие по размеру кабинетные картины, которые украшали, опять-таки, дома бюргеров. Ну и, собственно, что еще хотелось бы отметить, что ранний период становления художника был связан, на самом деле, с многочисленными влияниями. Повлияло на становление художника, на выработку им собственного стиля, собственно, общая европейская характерная художественная ситуация, это и влияние караваджизма. Несмотря на то, что Рембрандт не предпринимал путешествия в Италию, собственно, вот эти влияния итальянизма оказались, ну, докатывались, собственно, и до Голландии, и таким образом вот эти тенденции оказались задействованы, собственно, и в его становлении. В целом, надо сказать, что именно живопись становится вот таким наиболее передовым видом искусства в Голландии в этот период и поражает, собственно, разнообразием тематическим, разнообразием имен. И Рембрандт Харменс Ван Рейн воплощает, можно сказать, лучшие качества голландского искусства этого времени. Это и, собственно, сила реалистического искусства. Творчество Рембрандта абсолютно демократично по своему характеру. Присуща ему и глубина идейного содержания, и особая одухотворенность образов, и особый психологизм, который, наверное, возможно, является одним, одной из самых главных характеристик творчества этого мастера. Рембрандт работал в самых разных жанрах. Мы сегодня посмотрим произведения, выполненные им в разные периоды его жизни, которые, собственно, будут представлять и картины на религиозную тематику. Но в этот период, как мы уже отметили, фактически библейская картина, она становится одной из разновидностей исторической живописи. Это и мифологические сюжеты, это и портрет, в котором Рембрандт достиг также одних из, наверное, самых больших высот, собственно, в искусстве XVII века. Собственно, работа уделяла он внимание пейзажу, хотя в несколько меньшей степени, но пейзажные его работы, как в живописной технике, так и, собственно, в гравюре, также сохранились. Но главное, что объединяет, собственно, произведение Рембрандта, это его интерес к человеку, интерес к человеческой жизни, к внутреннему миру человека, к психологии, к многообразию переживаний человеческих. Несколько слов о биографии, собственно, мастера, которая заслуживает также чрезвычайно пристального внимания. Собственно, Рембрандт Харминс Ван Рейн родился в одном из крупнейших городов Голландии в университетском городе. Собственно, Лейден – это второй по величине город в Голландии. И среда этого города во многом определялась наличием здесь старейшего, собственно, в северных провинциях университета. Его семья, большая семья потомственного владельца мельницы, в 12 лет мальчик был отправлен в обучение в латинскую школу, что являлось, собственно, вот таким, такой первой ступенью на пути получения максимально высокого на тот период образования. То есть латинская школа была первой ступенью перед поступлением, собственно, в этот самый Лейденский университет. Известно, что в 1620 году, собственно, будущий художник действительно начал обучение в Лейденском университете, но, собственно, после 1620 года в реестрах обучающихся он больше не значился. Поэтому принято считать, что в университете он провел где-то около года. Затем его выбор был сделан окончательно. Это желание посвятить свою жизнь искусству. Надо сказать, что, собственно, поскольку множество художников, множество мастеров работало в этот период как в Лейдене, так и в Амстердаме, была возможность выбора мастерской, в которой будущие художники проходили обучение. И первоначально Рембрандт, решивший посвятить себя живописи, обратился к не слишком широко известному сегодня автору аллегорических картин, якобы Ванс Ваненбургу. В его мастерской он провел порядка трех лет, после чего отправился в Амстердам по мастерскую крупнейшего на тот период живописца автора небольших исторических, небольших, собственно, по размеру исторических картин, включая мифологические и библейские, живописца Питера Ластмана. Надо сказать, что в ранний период Ластман оказал действительно большое влияние на будущего художника. Сохранился ряд рисунков Рембрандта этого периода. И, собственно, эти рисунки показывают, что будущий художник много копировал работы своего учителя, то есть делал зарисовки по мотивам, собственно, работ Питера Ластмана. Ну и отказавшись от традиционной, собственно, ставшей уже традиционной поездки в Италию, как мы уже говорили, он возвращается в Лейден, где в 1625 году открывает уже собственную мастерскую. И, собственно, с этого периода начинается Лейденский период в его творчестве, первый период, период становления первых работ. В этот период немаловажное значение имела также живопись у трехтских караваджистов, что можно увидеть на примере ряда картин, собственно, представляющих серию аллегорий пяти чувств. Три из картин, которые мы сейчас увидим, хранятся в так называемой Лейденской коллекции. Это картины, которые объединены общими композиционными и световыми, общими композиционными принципами и особенностями светового решения. Вот такие полуфигурные изображения нескольких персонажей, максимально придвинутые к переднему плану. И характер освещения как раз позволяет нам вспомнить, собственно, о караваджизме. Вот такой принцип освещения, который рассматривается как контрастный, который ярче освещает части фрагмента фигур, лиц изображенных. Надо сказать, что эта серия отличается некоторой гротескностью, таким сатирическим характером. Чрезвычайно интересно. Вот эта композиция написана, она, в общем, на сюжет, который был популярен и в 16 веке, и в 17 веке, собственно, и связан был с мотивами глупости, как одного из вот таких грехов, которые присущи человеком. В частности, эта сцена представляет извлечение камня глупости. И в контексте пяти чувств она представляет аллегорию осязания. Этот мотив связан с рассказами о шарлатанах, которые действительно обманывали доверчивых вот таких простаков, делая вид, что удаляют из головы эти самые камни глупости. Ну, а также аллегория зрения представлена торговцем, который представляет свои товары. Аллегория обоняния представлена сценой, значит, с упавшим в обморок молодым человеком. Очевидно, опять-таки, здесь задействован некий лекарь. Пожилая женщина подносит нюхательные соли к лицу упавшего в обморок. И опять-таки мы видим вот такой же принцип композиционного решения, который сближает все картины этой серии. Ну, и аллегория слуха менее гротескна по характеру. Она представляет изображение трех человек, поющих, три музыканта, она еще называется, и также хранится в лейдинской коллекции. Собственно, здесь присутствует и молодой человек, в котором иногда видят изображение коллеги Рембрандта, опять-таки его друга, художника Ливенса. В этот же период 20-х годов Рембрандт обращается и к теме автопортрета. Собственно, автопортрет становится и средством практики упражнения. Автопортреты создавались мастерами, опять-таки, как средство, можно сказать, прорекламировать себя, представить публике свои возможности для того, чтобы получить выгодные заказы. Опять-таки мы посмотрим ряд автопортретов сегодня Рембрандта. Ряд из них представляет эксперименты также со светотеневыми решениями, как, например, вот этот ранний автопортрет. Часто в автопортретах он играет с освещением, затеняя, в частности, область глаз, что придает, опять-таки, новые качества образу. И многие автопортреты этого периода могут рассматриваться как упражнения в духе тронни, то есть в создании характерных экспрессивных голов, что, опять-таки, было чрезвычайно характерно для этого периода в искусстве Голландии. В других изображениях он экспериментирует с композиционным решением, как, например, вот это изображение в мастерской, где на передний план выдвигается мольберт с расположенной на нем картиной, а фигура художника оказывается вынесенной на дальний план. Ну и, собственно, в этот период, к концу 20-х годов, начинают проявляться и те качества, которые будут отличать уже сложившийся зрелый стиль мастера. Это сосредоточенность на человеческом образе, в частности, в изображении апостола Павла мы из музея в Нюрнберге, мы видим вот такое решение, где апостол изображен погруженным в собственные думы. Вот эта особая одухотворенность, образовая созерцательность позволяет создать, опять-таки, характер освещения, который использует мастер. Ну, в целом, наверное, нет нужды говорить о роли света, освещения и, собственно, светотени в картине 17 века, и в этом отношении, действительно, живопись Рембрандта представляет собой одно из таких индивидуальных прочтений, собственно, принципа барочной картины. Художник много раз обращается к евангельской тематике. Ну, в частности, обращается он и к ключевым эпизодам чудес, совершенных Иисусом Христом. Такова, например, сцена воскрешения Лазаря. Создает Рембрандт в этот период и портреты. В частности, к вот этому раннему периоду, очевидно, правда, принадлежащему уже во времени переезда в Амстердам, принадлежит эрмитажный портрет ученого. Изображенный персонаж не позирует, как это принято, собственно, для модели на портрете, а изображен в естественном процессе работы, словно на секунду оторвавшись от своих ученых занятий. Перед ним расположен огромный полиант. И Рембрандт в духе, собственно, традиции голландской живописи максимально внимателен к деталям. Он тщательно выписывает фактуру предметов. Большое внимание в портретах Рембрандта художник всегда уделял и рукам модели, как одной из важных, собственно, важнейших характеристик. В образе человека. Вот такой темноватый серо-зеленый фон, но в то же время не полностью заливающий вот этой тьмой всю среду, в которой изображен человек. И вот это чрезвычайно важное качество. Изображение модели, полностью поглощенной своим занятием, были в целом присущи и в дальнейшем, собственно, портретам Рембрандта. В зиму 1631-32 года происходят важные перемены в жизни художника. В частности, он переезжает в Амстердам. Ну, собственно, это главный торгово-финансовый, а также культурный и художественный центр страны в этот период. И, собственно, в Амстердаме он проведет всю оставшуюся жизнь. Вот в этот амстердамский период приходят и первые серьезные успехи у публики для художника. В Амстердаме он сначала вступает в коммерческое партнерство с Хендриком Элленбургом, а впоследствии, собственно, женится на его родственнице Саске Иван Элленбург. В 1634 году состоялось это знаменательное для художника событие. Ну, и в 1634 году он становится членом Вильдии Святого Луки в Амстердаме, то есть на правах художника, который имеет собственную мастерскую. Чрезвычайно способствовала успеху Рембрандта композиция, которая представлена сейчас на слайде, это урок анатомии доктора Тульпа. Написанная в 1632 году, то есть практически в самый первый период, самый ранний период появления художника в Амстердаме. К числу наиболее популярных жанров в голландской живописи этого времени не принадлежит групповой портрет. Групповые портреты заказываются представителями стрелковых род, представителями каких-то торговых объединений, гильдий, регентами, людьми, которых объединяет благотворительная деятельность и так далее. Но общий принцип портрета такого рода ко времени Рембрандта сложился в виде изображения, где рядами расположены фигуры изображенных, фронтально расположены, во фронтальном положении, то есть смотрящие на зрителя, буквально позирующие. Совершенно иначе решает групповой портрет Рембрандт, придавая композиции вот такой пирамидальный характер, опять-таки, играя со светом, располагая освещение таким образом, что некоторые лица оказываются более ярко освещены, некоторые, собственно, фрагменты композиции. И группе изображенных медиков приданы таким образом черты большей естественности в поведении и, собственно, вот такой психологической связи, изображенных друг с другом. Что в корне отличает, выгодно отличает групповой портрет, портрет Рембрандта от тех принципов, которые можно было видеть в портретах его современников. Безусловно, максимальное значение он придает и портретному сходству. Все изображенные индивидуализированы. Что касается, собственно, самого сюжета, то он далеко не нов для, собственно, этого времени, поскольку не только медики, но даже и простые бергеры в 17 веке могли посещать, собственно, занятия в анатомическом театре. Поскольку 17 век – это век научной революции, век, когда естественные науки максимально привлекают человека, поэтому, собственно, такая тема, она абсолютно естественна для исторической среды того времени. Рембрандт счастлив в браке. Он пишет неоднократно портреты своей юной супруги, изображает себя с нею, опять-таки, в таком не совсем обычном ракурсе, поворачиваясь к зрителю в сцене, когда художник и его супруга сидят, отвернувшись от, собственно, зрителя и поднимая высокий бокал, художник передает нам вот это счастливое состояние, в котором, собственно, вот этот период первого успеха, для которого период первого успеха был для него ознаменован. В 30-е годы он пишет также серию, можно сказать, таких, наверное, костюмированных портретов, потому что в целом это образы историко-мифологические, в частности, это изображения женщин в образах, например, богини Минервы, как в данном случае, или в образе богини Валой Войны Беллоны, или как Эрмитажная Флора, в образе которой также видят изображение его жены Саски Иванрейн, собственно, представляет, опять-таки, женский образ с атрибутами, которые характерны для богини весенней растительности. Каждый из персонажей окружен характерными атрибутами, так, например, богиня Минерва, которая хранится, опять-таки, сейчас в Лейдинской коллекции, представляет нам разновидность вот такой сцены ученые за своими занятиями, обстановка, в которой традиционно изображались мужские персонажи. Ну, а здесь представлена богиня Минерва, ее прообраз греческая Афина, это богиня не только войны, но и мудрости. Ну, и, собственно, мы можем увидеть и намек на ее военную ипостась, это и доспехи, шлем, щит с изображением Медузы Гаргоны. Ну, а мудрость, конечно, представляет, опять-таки, раскрытая книга на столе. Ну, в том же духе выполнены и другие работы этой серии. Обращается в 30-е годы Рембрандт также и к евангельским сценам, в том числе в 34-м году пишет сцену «Снятие с креста», в которых как раз мы можем увидеть композиционные приемы, которые присущи были композиции Рубинсона, этот же сюжет, то есть вот такая диагональ в композиционном построении. И, конечно, опять-таки, внимание к световому решению. В этот период пишет Рембрандт также несколько работ на ветхозаветную тематику. Посмотрим некоторые из них. В частности, это также эрмитажный шедевр, представляющий сцену жертвоприношения Авраама, патриарха Авраам, которой сила веры в Господа Бога была настолько сильна у Авраама, что он принял решение по велению Бога принести в жертву своего единственного сына Исаака. И, собственно, это время, когда Рембрандт интересует вот такая тема божественного вмешательства в ход событий. И мы видим, как появляется ангел, который останавливает уже занесенную руку Авраама и сообщает Аврааму, что Бог видит степень веры Авраама. И, собственно, вместо юноши в жертву принесен был ягненок, запутавшийся в кустах поблизости. Эту сцену рассматривали теологи как вот такой прообраз будущей крестной жертвы Иисуса Христа. И принесение Богом Отцом своего сына, сына человеческого, в жертву во имя искупления человеческих грехов. Поэтому к этому сюжету, собственно, часто обращались художники того времени, в том числе и Петер Ластман. Вообще к сюжетам, связанным с Авраамом, обращался неоднократно. Ну и вот эта композиция, которая, опять-таки, передает нам и вот такую глубину психологическую, потому что Авраама мы видим застигнутым, внезапно мы видим всю гамму чувств, которые обрывают его в этот момент, испуг, отчаяние, удивление, когда тщательно, опять-таки, виртуозно написанный вот этот нож, который выпадает из руки патриарха Авраама. Светом выделена фигурка Исаака. Есть еще одна композиция, которая хранится в Мюнсенской пинокотеке, которая считается работой мастерской художника, тогда как в Эрмитаже хранится работа, выполненная мастером собственноручно. Ну и ход рассуждений, собственно, относительно композиционного решения можно видеть также на рисунке из собрания Британского музея, в котором мы, собственно, видим вот такой промежуточный вариант, скорее более близкий к Мюнхенскому в композиционном решении. Ну и вторая композиция этого рода, которая тоже, собственно, связана с моментом удивления в процессе вот такого столкновения с неожиданным вмешательством высших сил, это композиция Пир Валтасара из Лондонской национальной галереи, где мы видим, как Валтасар, использовавший для пира утварь из храма, внезапно поражен предупреждающими словами, появившимися буквально огненными, горящими в пространстве на стене, и мы видим, как, собственно, удивлены и испуганы все присутствующие, и опять-таки это сюжет, который связан с вот таким необычным источником света. Мастера 17 века, как мы знаем, собственно, к подобного рода цветовым эффектам особенно тяготели. Ну и к 1636 году относится также сцена ветхозаветная, представление ослепления Самсона из собрания Штейделевского института, когда легендарный богатырь Самсон, сила которого таилась в его волосах, был, собственно, обманут с филистинлянкой Далилой, которая выпытала секрет вот этой невероятной силы библейского героя, и мы видим опять-таки трагические события, мы видим события, переданные мастером чрезвычайно экспрессивно, момент ослепления Самсона. Обращается в этот период мастер и к мифологическим сюжетам. Причем античная мифология в интерпретации Рембрандта чаще всего это, собственно, чрезвычайно оригинальные трактовки, композиционные, иконографические. Рембрандт в целом в зрелый период творчества следует прежде всего своему собственному видению. Ну, мифологические сцены часто преподаются им опять-таки с некоторой иронией. В частности, таков дрезденский ганимет это интерпретация известного античного греческого мифа о том, как посланник Зевса Орел в некоторых версиях и сам, собственно, Зевс, обратившийся в Орла, похищает прекрасного юношу Ганимеда, который в будущем будет служить виночерпием у богов на горе Олимпе. Ну, вот образ прекрасного юноши здесь Рембрандт заменяет изображением вот такого плачущего младенца, что, в общем, придает тоже некоторую ироническую окраску интерпретации этого сюжета. В этот же период создается и шедевр, к сожалению, пострадавший от вандализма в 80-е годы, хранящийся в государственном Эрмитаже. Огромная работа была проделана, собственно, химиками, реставраторами по спасению этой картины, которая была облита серной кислотой, но, тем не менее, казалось бы, произошло чудо, да, в общем, удалось остановить, собственно, вот это разложение красочных слоев и отреставрировать картину. Надо сказать, что исследования технико-технологические показывают некоторые изменения в замысле художника, а также, собственно, обращают внимание на то, что первоначально, собственно, эта композиция начинала, создание ее было начато еще в 30-е годы, но в дальнейшем, собственно, в 40-е годы Рембрандтом были переписаны отдельные фрагменты, в том числе было изменено лицо модели в первоначальном варианте Даная, прекрасная дочь аргосского царя Акресия, представала, опять-таки, одной из версий портрета супруги-художника Саски. И в первоначальном варианте также более четко было обозначено присутствие золотого дождя. мы видим, как служанка откидывает полок на полок рядом с постелью Даная. Даная это одна из возлюбленных Зевса, земных возлюбленных. В результате союза Даная и Зевса, который явился ей в образе золотого дождя, родится один из наиболее могущественных греческих героев Персей. Надо сказать, что собственно сложный достаточно период приходится на сороковые годы в творчестве и биографии художника. В конце тридцатых годов супружеской парой был куплен дом в престижном районе Амстердама. Дом, который стоил 13 тысяч гульденов и приобретен был в рассрочку, но в дальнейшем собственно в конце концов в 50-е годы оказалось, что эта сумма не была выплачена, хотя в конце 40-х годов художник обладал необходимой суммой и даже суммой превышавшей собственно необходимую для погашения долгов связанных с приобретением этого дома. Но тем не менее вот судьба его складывалась так, как она складывалась. Рождается сын Титус, сын Рембрандта, но к великому сожалению умирает его любимая жена. И 40-е годы собственно это период опять-таки нарастания собственно мастерства художника. В этот период он пишет, обращается к темам евангельским, например прекрасная Эрмитажная Святое Семейство пишет в этот период, где соединяется и вот такая глубокая духотворенность и какие-то реалистические черты, в том числе присутствие характерной такой голландской грелки в сцене. И символические аспекты, так над колыбелью младенца появляется ангел, расположение фигуры которого напоминает распятие. И в целом опять-таки простота в трактовке и глубокий психологизм и непосредственность, которые присущи художнику, отвечают и эти композиции. В сороковые годы он пишет и такие также всемирно известные произведения, Давид Иоаннафан, а также работает над портретами. Портретов Рембрандтом написано действительно чрезвычайно большое количество. Это и вот такие парадные заказные портреты и портреты связанные с глубокой теплотой. Портреты представляющие коллег художника по художественной деятельности. В частности Герман Домер, которого вы видите на этой картине, был успешным краснодеревщиком, который работал с модным в те времена породами дерева. И собственно вот качество этого портрета, внимание к модели, к портретному сходству, к передаче внутреннего мира, особенностей характера, персонажа, характерно для этого портрета. Парный портрет, да, портрет Германа Домера хранится в музее Метрополитен, тогда как парный к нему портрет его супруги, портрет Бартье Мартин Домер, созданный также около 1640 года, хранится в государственном Эрмитаже. Ну и собственно автопортрет художника в возрасте 34 лет из Национальной галереи Лондона представляет нам образ уже вот такого зрелого мастера, переживающего еще вот такие лучшие времена своей жизни. чрезвычайно важной в карьере Рембрандта картина становится композиция, которая здесь изображена, собственно краткое ее название, которое наверное носит скорее вот такой условный характер, Ночной дозор, представляет изображение стрелковой роты, полное название композиции выступления стрелковой роты капитана Франца Баннинга Кока и лейтенанта Гильяма Ван Рюйтенбюрга. Написана она была в 1642 году и по сути является также групповым портретом. Но совершенно иначе эта композиция решена, введены здесь какие-то дополнительные персонажи, не связанные с тем количеством заказчиков, которые должны были быть изображены. А также сложно определить однозначно жанр этой картины, потому что композиция сочетает в себе признаки исторической картины, поскольку здесь не статично позирующие в интерьере персонажи изображены, а изображено активное действие. И соответственно композиция более динамична, опять-таки отличается и чрезвычайной сложностью светотеневых решений. На самом деле собственно множество существует версий и разного рода полемики относительно значимости этой композиции. Принято считать, что некоторое время назад было общим местом говорить о том, что эта композиция, ее необычность повлияла на характер успеха у заказчиков. На самом деле сегодня вот эта связь дальнейшего менее успешного постепенного и бедственного положения художника уже не связывают напрямую с неприятием заказчиками вот этой именно композиции. Сама же работа безусловно входит в золотой фонд великих шедевров мира. Потеряв Саскию, через некоторое время Рембрандт сходит с Хендрике Стофель, образ которой видят в ряде работ. И собственно период наивысшего период наивысшего расцвета его творчества приходится на последние 15 лет его жизни. Это чрезвычайно сложный период для него. Он постепенно теряет одного за другим своих близких. В 1656 году он оказывается банкротом, вынужден переехать из этого большого дома в скромное жилище, теряет заказчиков, теряет собственно прежде всего материальные блага. И этот период связан также очевидно и с душевным кризисом художника. Но собственно причины всего произошедшего они достаточно сложны, во многом связаны с экономической ситуацией в этот период, не с каким-то противостоянием собственно между постным обществом и гениальным художником, как это собственно характерно представлять в металлогизированном таком образе биографии Рембрандта. У всего были свои объективные причины это и экономический кризис, который поразил Голландию и резко снизил платежеспособность собственно опять-таки его заказчиков. Это и неумение художника опять-таки вести свои дела и ну приверженность в общем в лучшую пору достаточно такому широкому свободному образу жизни. Но тем не менее собственно и в исторической ситуации сороковых годов тоже на самом деле происходят важные перемены, которые способствуют ну вот этому спаду собственно таких жизнелюбивых настроений раннего периода художника. Ну собственно это и вот только того поворот в университетах собственно от принципов сформулированных Декартом к традиционной теологии в 50-е годы собственно изгоняют из Амстердама философа Спинозу то есть вот это такая свобода мысли на глазах теряет свою широту и собственно последние 16 лет это самое трагическое время в жизни художника уменьшается количество заказов растут неоплаченные долги что приводит к вот всем перечисленным событиям но в то же время собственно в этот период художник создает произведения которые могут быть опять-таки причислены к вершинам его творчества так например в 1656 году он снова обращается к теме группового портрета и изображает теперь уже урок анатомии доктора Деймона с уменившего на посту доктора Тульпа который был изображен в начале 30-х годов картина пострадала собственно при пожаре в 18-м веке и были утрачены ее фрагменты ну вот мы видим что по крайней мере две фигуры и частично третью фигуру фигуру хирурга мы видим что совершенно иначе здесь решена композиция и видят исследователи в характере композиционного решения здесь здесь влияние работы мертвых Христос Андреа Монтени в частности мертвое тело на котором собственно демонстрируются анатомические познания развернуто представлены в ракурсе ступнями развернуты к зрителю и на самом деле это тоже характеризует собственно вот смелость композиционных решений которые характерны для зрелого периода творчества Рембрандта ну опять-таки в портретах этого времени он часто обращается к образам пожилых людей это уже не парадный портрет максимальное внимание здесь уделено психологии людей его максимально притягивают вот эти образы людей проживших долгую сложную жизнь глубина мудрости которая сквозит в глазах вот такие тщательно выписанные натруженные руки к числу лучших работ такого рода принадлежат эрмитажные портреты такие как портрет старика в красном надо сказать что похожий портрет кто именно послужил моделью для этого портрета достоверно не установлено но схожий образ представляет портрет старика в кресле хранящийся в лондонской национальной галереи а также портрет пожилой женщины хранящийся в эрмитаже создает он и портреты близких людей пишет повзрослевшего титуса продолжает создавать композиции на евангельские темы где также решение связано с все большим психологизмом библейские ветхозаветные сюжеты к числу самых наверное удивительных работ Рембрандт относится к эрмитажной возвращении блудного сына изображающей притчу рассказанную Иисусом Христом в Евангелии от Луки прообраз собственно вот такого представления о всепрощении Бога Отца к людям картина невероятной психологической силы на самом деле конечно ее обязательно нужно смотреть в оригинале в государственном эрмитаже благо есть такая возможность ни одна репродукция на самом деле вот того эмоционального воздействия которое оказывает эта композиция на зрителя не может предоставить ну мы говорили о том что к пейзажам еще один популярный в голландском искусстве жанр Рембрандт также обращался оба тема природы звучит в ряде его рисунков очевидно вот таких штудийных работ сделанных с натуры во время представления диких зверей на ярмарках или в зверинцах в частности это великолепные рисунки львицы и льва из собрания британского музея ну и конечно в заключении стоит сказать о важности наследия графического наследия Рембрандта в целом именно в гравюре была создана треть по крайней мере треть автопортретов художника и надо отметить что Рембрандт гравюр это явление которое в целом может быть оценено как не имеющие аналогов в истории искусства им было создано огромное количество религиозных композиций гравюр на мифологические сюжеты пейзажные жанровые сцены изображения нищих и так далее гравюра относилась к числу популярных собственно опять-таки видов изобразительного искусства в 17 веке но надо отметить что развитая Рембрандтом техника гравюрованная техника она оказалась столь сложной что собственно попытки ее повторить или как-то использовать его приемы оказались несостоятельными как и в живописи так и в гравюре в частности в афорте к которому обращался Рембрандт на самом деле он сочетал собственно разные техники сочетал технику рисовых гравюр афорта и собственно технику сухой иглы в 20-е годы основными темами его афортов были автопортреты и изображения нищих ну и чем дальше художник работал тем большим мастером он становился в частности многократно перерабатывал доски и печатал пробные оттиски в отличие от предшественников собственными руками печатал основной тираж гравюр то есть выступал не только в роли инвентора не только в роли автора рисунка для гравюры но и непосредственно занимался гравировальной техникой соответственно особое внимание он уделял вот этим изменением доски гравировальной в ходе работы в частности опять-таки что нового было в его технике число состояний которые фиксируют этапы работы мастера над доской у него доходит до 12 то есть это 12 последовательных изменений которые предпринимались в ходе создания создания гравюры и это тоже было исключением собственно практики его времени достигнув совершенства в афорте он начинает применять в качестве основной технику сухой иглы то есть не как дополнительную технику а как основную нанесение непосредственного рисунка на медную пластину без последующего травления интересовала его прежде всего потому эта техника что позволяла добиваться богатых тональных эффектов а в гравюре собственно это тоже важное качество собственно его работ такого рода его интересовали интересовал не столько штрих сколько пятно сколько возможность передачи светотеневых отношений и вот эта работа пятном и тоном заменяет двуххарактерную собственно для предшественников линеарности контур более мягкими переходами светотени к числу работ двадцатых годов относятся вот такие автопортреты которые можно рассматривать как тронье как вот такие изображения экспрессивных голов где собственно передана та или иная эмоция с помощью изменений мимических мимических часто это работа совершенно небольшие по размеру ну буквально вот чуть больше почтовой марки там семь восемь сантиметров в тридцатые годы помимо изображений нищих и собственно вот таких портретных автопортретных работ добавляются такие темы как изображение изображения обнаженной натуры в частности в мифологических сценках купающаяся Диана например но надо сказать что опять-таки в облике античной богини безусловно изображаются современные художники женщины такова например сидящая обнаженная ну много внимания собственно обращается всегда на характер тех моделей которые он изображает это реалистическое изображение оно наполнено совершенно особым отношением чрезвычайно теплым и в то же время расходится от канонов такой идеализированной красоты потому что это женщины с широкими бедрами с заметным выступающим животом но собственно это не мешает им быть чрезвычайно привлекательными и мастеру удалось передать зрителю вот это свое отношение к изображаемым моделям он создает в гравюре и евангельские сцены опять-таки сложные собственно характер вот этих светотеневых отношений создаваемых в смешанной технике гравюры можно оценить на таких работах как благовести пастухам чрезвычайно колоритны Адам и Ева совершающие грехопадения в садах саду Эдема в гравюре он обращается также и к портрету создает портреты современников это и несколько проповедников представителей и надо сказать что моделями Рембрандт становились представители разных конфессий и разных этносов вот та богатая и разнообразная среда которая окружала его в Амстердаме представлена чрезвычайно яркими и разнообразными образами обращается на новом этапе уже в 30-е годы к теме автопортрета надо сказать что опять-таки с 1632 года меняется характер его подписи как в живописи так и в гравюре в частности монограмма RHL Rembrandt Harman's Zone то есть что означает сын Харминса из Лейдена вот эта аббревиатура сменяется написанием фамилии Рембрандт что в этом собственно вот таком изменении сигнатуры прочитывается отсылка к великим мастерам эпохи возрождения для которых собственно не было нужды называть полностью достаточно было назвать фамилию или имя к великолепным образцам 40-х годов гравюра 40-х годов относится изображение вот такого патриции бургомистра Яна Стикса Ян Стикс у окна собственно сложное освещение персонаж который стоит спиной к окну в чем видят символический знак он занят интеллектуальной деятельностью он поглощен чтением ну опять-таки современники узнавали в в этих листах которые держит Ян Стикс в руках рукопись его им собственно ручно написанной трагедии Медея Ян Стикс это как раз представитель вот таких слоев интеллектуальных образованных слоев Амстердама этого времени есть также и живописный портрет Яна Стикса к вершинам собственно творчество Рембрандта как гравера относится серия произведений связанных с евангельской тематикой это и так называемый представленный здесь собственно проповедующий Христос лист этот также получил название лист в 100 губинах опять-таки в смешанной технике выполнены и мы видим насколько важны здесь для художника опять-таки отношения света и тени в 50-е годы собственно период 53-55 годов считают временем наивысшего расцвета Рембрандта как гравера и его главной темой в эти годы продолжает оставаться история земной жизни Христа создается в частности вот такие варианты известные во множестве состояний опять-таки хранящиеся в разных музеях мира вот эти разные состояния собственно отпечатки разных состояний так называемые три креста или или Христос распятый между двумя разбойниками а также работа 1655 года это Христос перед народом опять-таки вот демонстрирую разные разные состояния ну и отметим что опять-таки Рембрандт оказал большое влияние на современную ему художественную жизнь в частности на развитие живописи в Ледине учеником его был художник Герард Дау который является крупнейшим представителем так называемой Лейдинской школы тонкой живописи ну в частности внимание к жестам к мимике персонажей к тщательному изображению предметов и собственно опять-таки интерес к светотеневым эффектам ну вот в частности изображение ученых географов ученых в кабинете ученого с глобусом показывает нам степень влияния собственно Рембрандта на поколение художников современные ему и следующие за ним ну что же время наше к сожалению подходит к концу всегда каждый раз не успеваю собственно рассказать что-то важное но вот время вебинара оно к сожалению ограничено есть вопрос я вижу что Виктор Рейфович спрашивает повлияло ли творчество Рембрандта на процветание в сегодняшней стране Нидерландов демократии однополых браков и марихуана курения на самом деле вопрос наверное несет такую долю провокационности в целом на самом деле творчество Рембрандта повлияло безусловно на характер вот такого демократического мировоззрения который присущ людям нового времени на более смелые трактовки привычных образов на более глубокое понимание образа человека его внутреннего мира я думаю что это чрезвычайно важнее нежели собственно ситуации с марихуанокурением спасибо за внимание если вопросов больше нет то на этом на сегодня мы завершаем большое спасибо за внимание и еще раз обращаю ваше внимание на то что если здесь присутствуют собственно интересовавшиеся библиографией относительно караваджа на русском языке то для вас специально есть небольшой доступный специальный я хотел бы перед тем как проститься хотел бы обратить внимание что сертификаты об участии вебинара сформированы вы их можете приобрести по указанной ссылке напоминаю что Директ Академия это вебинар каждый день приходите на наши вебинары завтра послезавтра в пятницу я надеюсь будет интересно всего доброго до новых встреч в Директ Академии субтитры субтитры